Добрый день, друзья! Всем нам известна проблема жидких красок. Мастер-класс и вообще российских производителей, что они очень жидкие, у них выделяется масло, писать ими корпусно не очень удобно. Как решить эту проблему? С помощью диоксида кремния, с помощью аэросила. Может нам нужно? Берем кусок пленки. Сейчас я и эту. Прямо с мастихина сваливается, так быть не должно. Я понимаю, что производитель экономит на всем, чем может, потому что масло намного дешевле, чем пигменты, поэтому здесь такое состояние. Других объяснений у меня нет, почему такая. Импортные краски немножко гуще, они напоминают консистенцию зубной пасты, такой плотненькой, причем все наименования, все краски. У мастер-класса и у отечественных производителей все плавает, то густое, то зарезинивается иногда через полгода, то у нас вот такое, в частности, жидкое. Это кадмий оранжевый, кадмиев особенно это касается. Выжимаем пальцами, не машинкой. Машинка нам пригодится, наверное, немножко позже. Очень полезная вещь для художников, кто, может быть, начинающий не знает. Очень большая экономия красок, когда выдавливаешь из тюбика полностью ее. Так, вот выдавили. Теперь закручиваем тюбик. Раскрываем тюбик каким-нибудь тупым ножиком, не острым, иначе вы его прорежете насквозь. Стараемся не мять тюбик, чтобы потом не было заломов, которые могут потом прорваться. О, да он тут у мастер-класса склеен чем-то интересно. Даже не знал, тут какой-то герметик. Раньше как-то они открывались спокойно. Отсюда даже краска текла, видно, поэтому они герметик используют. Так, ну ничего. Кстати, пустые тюбики продаются. Совсем недорого стоят, где-то тоже в арт-магазинах. Так, вот вскрыли тюбик. Теперь нам нужна будет какая-нибудь кисточка, желательно с покрытием, ну, с какими-то покрашенными, или вот здесь с лаком. Так, вот так считаем, отмыли. Конечно, лучше использовать именно эти тюбики, потому что они подписаны. Вот. Краску снимаем и вытираем. Так, теперь мы сюда, в эту краску, добавляем аэросил. Немного. Вот, я думаю, вот этого достаточно. Можно больше, тогда она будет вообще как пластилин. Попробую ещё вот чуть-чуть. Всё. Здесь столовая ложка почти без горки, но, может быть, с маленькой горкой. Переходите на Бусти канал, там у меня полная информация по этим аэросилам, вообще какая-то замечательная вещь в работе. Так, теперь складываем вот эту вот историю, вытесняем воздух, он нам тут не нужен. Перемешивается аэросил очень хорошо, у него смачиваемость хорошая в маслах. Вот. Уже чувствую, что загустело. Вот. По вот этой жёсткости мы и чувствуем, что нам нужно. Вот здесь такой, как мягкий пластилин, мягкая глина. Вот это и должна быть вот такая краска. То есть она такая. Если вы немножко перестарались, можно раскрыть и добавить немножко масла. Но, кстати, масло уже будет немножко хуже смешиваться. Масло не так весело смешивается, как этот порошок аэросила. Вот. Перемешали. Дальше. Дальше. Наша задача аккуратно всю эту штуку выдавить обратно в тюбик. Так. Вот сейчас нам, наверное, понадобится вот это устройство. Вот. Немножко рвёт. Аккуратно сильно не давить и тоже прорвать может. Такая грязная работа. Это, в принципе, моя вторая попытка подобного способа. Поэтому я ещё не приобрёл навыка. Так. Прокалываем мастихинчиком, наверное. Вот. Да, даже немножко перестарался по плотности, то есть по густоте. Но немножко, я знаю поведение аэросила, немножко это всё чуть-чуть ещё размягчится. Через какое-то время немножко эта композиция станет мягче. Так. Дырка большая. Смотрите, аккуратно с дырочками. Краска тяжёлая, особенно кадмий. Он легко опускается у нас с постукиванием. Можно, конечно, выдавить сюда всё это и просто мастихином загрузить. Так. Возможно, даже будет более аккуратно. Я понадеялся, что она спокойно тут прольётся, продавится. Но немножко, немножко это нужно, ловкость рук иметь. Вот здесь я не чувствую веса. Здесь, может, совсем немножко осталось краски. Так. Вот что у нас получилось. Точно так же сжимаем, вытесняем воздух лишний. Он там тоже не нужен в тюбике в этом. Вот, сжали. Ещё раз протёрли влажной салфеточкой. Можно пассатижами, но, наверное, не обязательно. Там краска подсохнет, где есть кислород немножко, где есть касание кислорода. И сама по себе всё это зафиксирует, загерметизирует. Вот получился у нас вот такой практически новый тюбик уже с нормальной краской. Вот сейчас эта старая немножко выдавилась, а вот эта уже новая. Вот она пошла. Вот. Вот отличная консистенция. Вот такая краска. Отличная. Вспоминаю, был у меня Шминки, был у меня Олд Холланд. Именно вот такая вот консистенция. По-моему, даже и Эстер Ньютон тоже по консистенции, особенно белила, вот именно такие, плотненькие, чтобы можно было лепить живопись из них, а при необходимости разбавлять. Вот. Вот такой совет на сегодня. Спасибо большое за внимание. Успехов в творчестве. Счастливо. Счастливо.